Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня мое видео будет посвящено фаворитам 2017 года. 2017 год нас покинул, но в этом году я познакомилась с определенным количеством удачных продуктов, которыми я и хотела бы поделиться с вами сегодня. Поэтому, надеюсь, видео для вас будет полезным и интересным. И начинаем! Желаю вам приятного просмотра! Прежде всего, в связи с моим окрашиванием в 2017 году, точнее даже в 2016 году, в декабре, я сначала сделала балаяш. На данный момент я уже сделала себе шатуш. И в связи с этим, с моим таким увлечением, у меня появилось много продуктов для волос. И фаворитов среди средств для волос у меня в этом году появилось два. Это прежде всего спрей от Бонакур. Я рассказывала в своем инстаграм. Кстати говоря, если вы не подписаны до сих пор на мой инстаграм, это большое опущение в вашей жизни. Обязательно подпишитесь. Ссылку я всегда оставляю внизу под видео в инфобоксе. А спрей из линейки Бонакур от Шварцкоп, линейка Мощер Кик, обожаю. Это самый офигительный спрей для волос. Это лучшее, что я пробовала из такого рода средств. По сути, это несмываемый уход, кондиционер, чтобы волосы лучше расчесывались. Но если вы обладательница длинных окрашенных волос, вы поймете, что это одна из самых больших проблем с длинными окрашенными волосами. И это средство потрясающе справляется с проблемой расчесывания волос. Очень хорошо ухаживает за кончиками. И я просто обожаю это средство за счет ощущения увлажненности, напитанности кончиков. За счет того, что волосы гладкие и они прекрасно расчесываются. Это лучшее средство из такого рода, что я пробовала. Поэтому я всем настоятельно советую. Помимо этого, я не очень верю в эту вот идею, что зимой вредно пользоваться увлажняющим кремом, вредно пользоваться увлажняющими средствами для волос. Только питание, только хардкор. Я считаю, что все индивидуально это во-первых. А во-вторых, допустим, я на свои волосы после мытья наношу масло. Поэтому вытянуть из моих волос какую-либо влагу у этого спрея уже нет никаких шансов. Он может только поверхностно увлажнить мои волосы. И второе, мой мастхэв для волос, для именно окрашенных волос, с которым я познакомилась именно в 2017 году. Это маска от Estelle. Это маска из линейки Couture Luxury Purple Blonde. Коралловая маска. Она предназначена для холодных оттенков блондов с фиолетовым подтоном. Я на самом деле на предыдущее свое окрашивание эффекта практически не видела по цвету. На мое нынешнее окрашивание она неплохо возвращает именно тот подтон, который был изначально при окрашивании. То есть у меня осветлены волосы и был жемчужно-розовый подтон у тонирования. Эта маска как раз-таки очень неплохо возвращает тот изначальный вид волоса. Все холодные оттенки, они, к сожалению, очень быстро вымываются, очень быстро затираются, замываются, теряют свой изначальный вид. И эта маска как раз-таки мне сейчас позволяет сохранить мое окрашивание. Помимо этого, то есть весь год я ее любила не только за то, что она именно сохраняет цвет. Весь год я ее любила просто потому, что это безумно крутая маска, которая потрясающе работает на моих волосах. Она прекрасно напитывает волосы, она прекрасно их разглаживает, она очень хорошо работает с длиной. Волосы очень напитанные, увлажненные, они прекрасно расчесываются, они очень гладкие. И при этом все они ни капли не утяжелены. Это первая маска, которая ставит реально всю мою логику в тупик, потому что она вообще никак не утяжеляет волосы. При этом волосы просто как после салона. Как вот вам уложил бы мастер в салоне, вы также можете уложить их, потому что они послушные, они очень густые, напитанные, плотные, ухоженные. Просто вот непередаваемый вид дарит эта маска волосам. Потрясающая маска, очень советую попробовать эту линейку. Продается в салонах. Я покупала в салоне, где я делаю маникюр. Там мне посоветовала мастер моя по маникюру, попробовать эту маску. Шикарная маска, очень люблю, советую посмотреть либо где-то в интернете, либо спросить в своем салоне. Возможно, они для вас закажут, возможно, она у них есть. Но в салонах, которые работают на марке Estelle, она должна быть. Очень советую. Из ухода для лица у меня, по сути, два продукта. Это, прежде всего, мезомаска от компании Белита. У них серия мезокомплекс. Это омолаживающая же серия. Они позиционируют эту линейку как безинъекционную процедуру ухода за кожей лица. Я, на самом деле, в этот антивозрастной уход, по крайней мере, этого продукта не особо верю. Мне продукт сам по себе нравится. Это мезопилингскатка. Этот продукт обещает глубокое очищение. То есть, это обычный пилингскатка, который, по сути, убирает роговевший слой вашей кожи. Мне нравится этот продукт просто за деликатное очищение от шелушивания кожи. Кожа потрясающе гладкая после этого средства. Она готова к последующему уходу. Этот продукт это действительно выход для девушек, которые имеют уже сосудистую сеточку на своей коже, как, допустим, у меня это купероз. У кого чувствительная кожа, у кого сухая кожа. Для всех девчонок, у кого действительно кожа достаточно проблемная и обычный механический пилинг для вас не подходит. Я советую пилингскатку или я советую кислотные пилинги. Но кислотные пилинги, допустим, летом не советую, потому что можно вызвать пигментацию, если не использовать средства с высоким СПФ после использования таких пилингов. Это средство можно использовать круглый год. Оно прекрасно очищает кожу. Мне этого очищения хватает. То есть, если моя кожа не шелушится от холода, допустим, так вот, как именно такое еженедельное очищение, я стараюсь использовать один-два раза в неделю. Шикарно мне подходит. Очень деликатное, бережное, качественное очищение кожи. Очень мне нравится этот продукт и советую попробовать. И еще один продукт, это у меня практически уже пустая баночка, но пойду буквально завтра за новой такой бадьей. Чистая линия услышала в этом году. Мои все мольбы, пожелания. И они выпустили реально хит. Реально самый крутой продукт от чистой линии, это их мицеллярная вода. Работает просто обалденно. Как, ну то есть, это одна из лучших мицеллярных вод, одно из лучших средств для снятия макияжа для меня. И оно бережно очищает макияж, при этом очень хорошо очищает макияж. И я этим средством даже снимаю макияж с нарощенных ресниц. Ничего, никак он пагубно, эта мицеллярная вода не влияет. Очень мне нравится то, что она именно мягкая, не раздражает кожу. При этом она очень качественно и быстро очищает кожу. И самое главное, они выпустили в большом объеме, здесь 400 мл. А огромная бадья этого средства мне безумно нравится. Вот именно у меня версия для всех типов кожи. В общем, здесь роза нарисована, цветочная вода. Там есть еще какая-то версия для, по-моему, жирной кожи или какой-то, я не знаю. Ошиблась я, что у меня было всего лишь два средства. У меня, оказывается, все-таки был еще один такой полудекоративный, полууходовый продукт для губ от Evelyn. Я люблю их масло Elixir. Обожаю меня оно с ароматом клюквы. И вот второе масло, которое я себе приобрела, это уже оттеночное масло, тоже от Evelyn. У меня оно в розовом оттенке All Day Lip Care Oil Tint, масло-блеск. Оно придает легкий розовый оттенок, подчеркивает именно такой естественный розовый оттенок губ. Крутой продукт. Это лучшее масло для губ, которое у меня было. Вы считаете, что у меня Evelyn Loran есть в наличии? Вот это его полный аналог. То есть дает точно такой же цвет, очень красивый. Ухаживает за губами. Действительно, я этой зимой спокойно за кожу своих губ. Потому что данное средство, оно просто потрясающе работает. И дает губам обветриваться. Очень хорошо работает в сухом помещении, когда включается отопление. Это просто был спаситель на моих опыте масла. Мне нравится из клюквы, потому что у него потрясный запах. Она очень хорошо ухаживает за губами. Мне нравится это. По сути, это у них состав даже идентичный у этих двух масел. Просто это с оттенком, то без оттенка. И переходим к самому интересному, к декоративной косметике. Прежде всего, хочется вам рассказать в очередной раз о двух продуктах. О таком очень удачном тандеме от Гош. Обожаю и люблю эти именно два продукта от Гош. И настоятельно советую попробовать. Если вы не знаете, не знакомы с маркой Гош, попробуйте именно эти два продукта. Я думаю, что вы будете довольны. Это прежде всего праймер увлажняющий, подсвечивающий кожу. И тональное средство Foundation Plus. У меня оно в четвертом оттенке идет. Оно позиционируется как с средним покрытием. Я бы сказала, что да, оно прекрасно закрывает все недостатки кожи. Оно выравнивает тон кожи. При этом я бы не назвала то покрытие, которое этот тональный крем дает, плотным. Не видно вообще тональный крем на лице, по сути дела. При этом оно действительно обладает высокой покрывающей способностью, но не лежит маской. Кожа абсолютно натуральная. То есть покрытие оно не дает ни матовое, ни сатиновое. Потому что вот что-то среднее, очень натуральное кожа. При этом совместно с этой иллюминирующей базой, она все-таки так подсвечена. Кожа лица при этом, она реально идеальная. Она на ощупь очень приятная. И кожа сама по себе идеальная. То есть это средство дает именно шикарную просто кожу. То есть это... С этими продуктами я поняла, что такое эффект фотошопа. Что кожа просто нереально ровная, красивая, сияющая. И с здоровьем. Потрясающее средство. Очень советую попробовать. Также в этом году я попробовала помаду для бровей. Это, по-моему, единственная помада для бровей, которая задержалась в моей косметичке более чем на полгода. Я покупала в начале прошлого года. И вот она до сих пор у меня работает. Да, она подсохла, но до сих пор она, в общем-то, работает так же, как и работала она новая. Это помада Cabreau от Benefit. На самом деле Benefit я не очень сильно люблю за их дизайн. Вот такой вот полудетский. Но в целом это вкусовщина. И на качество продукта это никак не влияет. У меня пятый оттенок. Советую брать действительно. Если есть возможность, стендите Benefit. Попробуйте продукт, нанесите на брови. Если нет такой возможности, между двумя соседними оттенками берите тот, который светлее. Потому что я когда выбирала, мне изначально в упаковке казалось, что мне надо более темный шестой оттенок. Когда я попробовала на бровях, мне больше понравился более мягкий эффект, который давала именно пятерка. Очень мне нравится упаковка. Несмотря на дизайн, мне нравится именно функционал. То есть сама упаковочка открывается, откручивается. Здесь, в принципе, все стандартно. Ой. Мне нравится, что они озаботились, как мы будем наносить это все на брови. Здесь есть именно такая маленькая кисточка. Я ей не пользуюсь. Мне она не очень нравится. Но если я вдруг куда-то поеду, для экономии места в косметичке, я могу взять непосредственно только вот эту кисточку, которая вмонтирована в корпус упаковки, и прекрасно нанести брови. То есть очень удобно, что оно все вместе с кисточкой. Для дороги прям идеальный вариант. Сама упаковка тоже мне очень нравится. Добротная. Сам низ выполнен из стекла. Оттенок тоже идеально подходит. Если вы тоже такая прям темненькая, очень советую присмотреться именно к пятому оттенку. И последние три продукта это три матовых помады. Трех разных марок. Но все эти помады для меня любимые. Мне они очень нравятся. Они бюджетные, что немаловажно. И я очень вам их советую. Прежде всего это марка Комплимент. Белорусская бюджетная марка. Я помаду покупала где-то за 250 рублей. Она меня ни разу не разочаровала. Шикарная помада. Потрясающий оттенок. У меня 0,8 оттенок. Очень хорошо держится на губах. Можно с помощью аппликатора спокойно нанести без какого-либо контура. Прекрасно держится. Сушит губы в меру. Очень хорошо держится. Прямо как прибитая. Ей страшно только что-то жирное. Какая-то жирная пища. Собственно, как и всем другим помадам, которые я вам сегодня покажу. Также обожаю Nuxe Lingerie. У меня в 0,2 оттенки. Сейчас она у меня на губах. Люблю этот оттенок, который моя мама, честно говоря, называет трупным. Мне он очень нравится. Именно вот такой вот с сиреневым потоном. Красивый, модный оттенок. Шикарная помада. Тоже прекрасная по качеству. Никаких нареканий к ней нет. И третья помада от марки Estrada. Появилась она у меня самая последняя. Они вообще позиционируют ее как тинт. Я бы назвала, что это просто матовая помада. У меня в 0,5 оттенке. Шикарная помада в шикарном именно таком вишневом оттенке. Такой красный с холодным потоном. Шикарная помада. Мне безумно нравится. Очень хорошо держится на губах. Точно так же страшно только жирная пища. Если вы не будете ничего есть, будете там пить воду, чай, то она будет держаться как прибитая целый день. Очень мне нравятся все эти три помады, их оттенки. Если вы похожи со мной по цветотипу, присмотритесь к этим оттенкам. И последнее, чем я хотела бы сегодня с вами поделиться, это аромат кода Parfum, который я купила в начале 2017 года. И честно, я прям очень ждала, когда наступит холода, когда я смогу снова открыть свой любимый Италия Дива. У меня версия L'Eunie Tarte de Parfum. Мне очень-очень нравится этот парфюм. Это аромат счастья, радости, предновогодней суеты, брызги шампанского, очень такая деликатная сладость. Я не буду вам сейчас тут... Я, в принципе, никогда не рассказываю о нотах, какие есть в парфюме. Кому надо, все откроют фрагматику, все полистают, посмотрят. Но у кого схож со мной на парфюмы вкус, я думаю, прям вот это будет звезда вашей коллекции. Это потрясающий аромат, он в меру сладкий, он очень дорогой, очень такой прям вот очень красивый, цветочный, восточный аромат. Он деликатный, с одной стороны, такой вот прям очень вкусный, элегантный, и при этом очень такой жизнерадостный и счастливый. Это один из ароматов, который поднимает мне настроение. Если я с утра встала не с той ноги, это одно из средств, которые действительно способны мне поднять настроение, зарядить меня счастьем, позитивной энергией на весь день. Очень люблю этот парфюм, и я очень рада, что я... Что 2017... Я очень рада, что 2017 год принес в мою коллекцию именно этот парфюм, аромат счастья и радости. Такой был мой косметический 2017 год. Счастливый, радостный. Все эти продукты действительно являются для меня мастхевами, они радуют меня. Надеюсь, что в наступившем году у нас с вами будут только самые лучшие продукты, а будет больше фаворитов. Обязательно делитесь в комментариях теми продуктами, которые являются вашими фаворитами 2017 года. Желаю вам в наступившем году только счастья, удачи, любви, побольше хорошей, любимой, качественной косметики. И всего самого замечательного. Люблю вас, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok